на канале экзегет мы отвечаем на ваши вопросы вопрос такой как преодолеть интернет-зависимость ну собственно узнаете любая зависимости это в общем очевидное достижение и понимание современной науки любая зависимость имеет совершенно одинаковую природу это раньше мы разделяли зависимости на химические или не химические например курение наркомания или алкоголизм назывались химическими зависимости например игромания называлась не химической зависимости сейчас врачи психологи и вообще люди с научной точки зрения подходящие к этому вопросам знают что все зависимости носят один и тот же характер в основании любой зависимости по сути дела лежит один и тот же механизм независимо от того сидите вы перед телевизором дергаете ли вы ручку однорукого бандита проводите не часы недели и годы в интернете употребляете какие-то психоактивные вещества или что-то еще в этом духе примерно одна и та же причина и один и тот же самый главный механизм у этих самых зависимости поэтому к интернет-зависимости сейчас будет очень короткий и ничем не помогающий на самом деле ответ с интернет-зависимостью нужно бороться по тем же законам по которым надо бороться с любой остальной зависимостью это долгий непростой процесс в основании которым с одной стороны должна лежать твердая уверен решимость осознание того что эта зависимость эта проблема помните как в двенадцати шагах здравствуйте меня зовут максим я алкоголик с признанием того что ты болен что это является для тебя проблемой что я что ты хочешь изо всех сил от этого избавиться но этого будет мало это будет только первый шаг дальше целые долгий путь возможно все зависит уже от степени опять-таки вашей зависимости вам понадобится помощь профессионала очень важно понимать что любая зависимость формируется в ответ на определенные внутренние проблемы и без решения этих проблем по сути дела избавиться от зависимости невозможно и даже есть такая народная мудрость что мы не выбираем зависимости быть нам зависимости или не быть на зависимости мы лишь выбираем в какой зависимости нам быть поэтому если вы выскочите из одной зависимости например от интернет зависимости не решив базовых проблем из-за которых вы собственно и влипли в эту ситуацию психологических и духовных проблем то вы просто влипните в другую, следующую зависимость. И хорошо, если она будет ещё какой-нибудь безобидной. Можно выпрыгнуть из интернет-зависимость в алкоголизм, в наркоманию или в агроманию, или ещё куда-нибудь. Это я не пугаю вас, дорогие наши зрители, а просто говорю, что в основании зависимости всегда лежат какие-то проблемы. И правильным путём будет параллельно с решимостью и признанием наличия у себя зависимости и признания наличия проблем попытаться с помощью профессионалов выявить эти проблемы. Есть ещё один замечательный шаг. Это перепрыгнуть на следующий уровень, обратиться за помощью к Богу, выйти с уровня физического и уровня душевно-психологического на уровень духовный. Иногда это является радикальным решением всех проблем. Например, человек, искренне поверивший в Бога, принимающий святое крещение или если он был крещённым в детстве, искренне приходящим на первую исповедь, начинающим молиться, пытаться соблюдать посты, жить по-настоящему духовной жизнью, изменить свою жизнь, по-настоящему покаяться. Как правило, многие-многие проблемы, с которыми человек мог безуспешно до этого бороться, не только в области зависимости, а других проблем, они будут решаться автоматически. Об этом, кстати говоря, вполне научно говорит нам общая теория систем, что переход в решении вопросов на более высокий уровень автоматически решает все проблемы более низкого уровня. Другой вопрос, что подобный совет часто оказывается малопрактичным, потому что попробуй-ка ты вдруг стань человеком духовным. Не вообрази себя человеком духовным, не войди в состояние прелести, а действительно начни жить духовной жизнью. Сказать это просто, я вот легко об этом вам говорю, давайте будем жить духовной жизнью. При этом, а попробуй-ка ты сам, даже будучи священником, поживи-ка духовной жизнью. Не получается, поэтому мучаемся с разными зависимостями, в том числе и мы, священнослужители. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.